Неожиданно совершенно, без предупреждения, и случилась ситуация, когда нас тоже поставили в безвыходное положение, в тупик. А можете ли вы принять на себя добровольное обязательство воздержаться от проведения забастовки в случае выполнения администрации условий коллективного трудового договора? Ну, другими словами, если мы аккуратно с вами составим график, штатное расписание обсудим вместе с вами, увеличение заработной платы, мне бы не хотелось, чтобы вот такие стихийные акции были, ну, хотя бы в течение ближайшего года. Потом, конечно, будет индексироваться заработная плата, но вот хотя бы на ближайший год мы можем чувствовать себя спокойно, если соблюдаем условия трудового договора перед работниками. Марат Александрович, подпись мне поставили человек 10, а у нас 70, правильно говорите ли? Поэтому обещать за всех я, наверное, пока не могу. Предположить, что да, мы будем выполнять эти условия, мы можем. А вдруг завтра что-то другое. Ушел начальник безопасности, что-то пришел новое, мы не знаем. И какие еще будут завтра нового видения, мы не знаем. А отвечать за всех, включая за новеньких, я не возьму соответствующих. И вот еще у меня остался вопрос, Екатерина Николаевна. А как быть с тем негативным имиджем, который теперь сложился вокруг нашей компании? Вот почему-то, когда на конкурс готовим мы документацию перед администрацией города, нам столько всего приходится, в лепешку расшибаемся, чтобы создать благоприятное впечатление о нашей компании. А как негативные впечатления все публикуют бесплатно, но в один день все это ломается. Хотя я думаю, что скелеты в шкафу есть у каждой организации, какие-то неблагоприятные моменты. Но, к сожалению, наша организация у всех на слуху, и как-то надо бы преодолеть это негативное мнение. Конкуренты, конечно, радуются, а мне вот очень обидно, что такое произошло. Один из принципов медиации дофидициальности, но в данном случае, я думаю, нам стоит отойти от этого принципа. И для улучшения имиджа компании необходимо созвать пресс-конференцию и сообщить о том, что конфликт разрешен, причем разрешен оптимальным способом. Какие способы можно понять? Повторите, пожалуйста. Оптимальный способ для работодателей и работников. Так, чтобы это было озвучено в прессе, да? Не просто конфликт. Интересное предложение. Пригласить на пресс-конференцию журналистов и сказать, что работодатель пошел на переговоры с работниками, достигнули какие-то договоренности. Так, Евгений Анатольевич, а вот эта пресс-конференция и общее собрание, так сказать, открытое работников не превратится в еще одну стихийную акцию? Нет, этому я уже как-нибудь решил. Не превратится. Не превратится. Ну, хорошо, тогда можно сказать, что фактически выработано решение Екатерина Николаевна. Спасибо вам за то, что помогли нам договориться. Нормально. Ну что, у нас игровая ситуация закончена. Вопросы есть? Давайте обсуждать обратная связь. У вас вопрос появился, да? Да, вот мне кажется, в этой ситуации, когда случилась стихийная забастовка, да, и то, как ведет себя руководитель, есть какое-то небольшое несоответствие, да, потому что на самом деле забастовка несанкционированная, с нарушениями там и так далее, и так далее. До забастовки никаких претензий никто никому не предъявлял официально, да? Поэтому, почему администрация должна вот так вот идти навстречу, как бы просить, вымаливать у представителей рабочих вот все то, о чем вы говорили? Мне кажется, здесь можно вообще вопрос поставить немножко по-другому. Они нарушили, они не обозначили, они не ознакомили, и это уровень-то какой-то непонятно, да, драчку там какую-то устроили, и в итоге крайне оказалась организация. Ну, на самом деле, Евгений Анатольевич умеет убеждать, и обратил внимание на упущение в работе, я согласен, что в работе организации были допущены ошибки, и разве так это принципиально? Ну, а почему об этом не было сказано, может быть, тот же руководитель элементарно решил бы эти вопросы, если бы эта претензия была предъявлена в нормальном человеческом варианте? Не пришло в голову просто, не знаю, как-то упустили это из внимания. А по сути это точка отсчета. Точка отсчета, я согласен с вами. То есть, получается... Если мы, как руководители, идем навстречу тому, что произошло, да, да, вот мы там то-то, то-то, то-то делаем, где гарантия, что в следующий раз, вы правильно говорите, окрыленные своим успехом, они не организуют еще что-то подобное? Ну, гарантия, видимо, все-таки со стороны представителя работников Евгения Анатольевича, который вот и отвечает за эти коммуникации. Мы этот момент плохо проработали при выработке коллективного трудового соглашения, хотя я пытался задать вопрос Евгению Анатольевичу более явным образом, какие механизмы он предусматривает, чтобы подобное не допустилось на будущее. Ну, сейчас вот, понимая, вот после критики Ларисы Иосифовны, я вижу, что мне надо было более настойчиво требовать на соблюдение формальных правил Трудового кодекса и просить предъявление претензий до того, как есть желание провести запастовку. То есть, во-первых, мы на запастовку реагируем нормально, если соблюдаются предупредительные процедуры, если нормально водители предупреждают, что их не устраивает, и не только водители, другие работники, что их не устраивает в условиях труда. Потом предупредительная запастовка, чтобы это не было таким кошмаром, неожиданным. Да, вот это мое упущение, я готов признать. Можно я тоже вот хотела бы высказаться? Я вот, честно говоря, все-таки считаю, что медиатор работает под запрос, то есть он работает...